Одно из удивительных свойств чисел Фибоначчи – следующая задача. Существует ли квадрат, все вершины и все середины сторон которого лежат на гиперполах xy равно плюс-минус единицы? Существует бесконечно много параллелограммов, у которых одна вершина начала координат, две другие на гиперполе xy равно единице, а еще одна четвертая на гиперполе xy равняется минус единице. Площадь любого такого параллелограмма – это корень из пяти. Если построить по этому параллелограмму решетку, то в области xy по модулю меньше единицы лежит только одна точка этой решетки – начало координат. И, пожалуй, самое неожиданное, самое красивое – бесконечно много точек этой решетки лежат на гиперполах. И, между прочим, если взять квадрат, квадрат – это частный случай такого параллелограмма, то, смотрите, он существует совершенно замечательно, мы вообще-то поймем, как он устроен. Оказывается, если взять вот такую вот решетку, если все это дорисовать, квадрат, следующий, 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 так далее, оказывается из этих точек бесконечно много опять в линиях xy равно единице, и на линиях xy равно минус единице тоже. Давайте все это делать, рассуждать. Ну, сначала квадрат. Да, он существует. Он существует, его очень легко найти. Смотрите, вот возьмем такую точку, пусть это какие-то числа АП. Как повернуть вектор на 90 градусов? Ну, понятно, надо взять такой треугольник, нарисовать его здесь, значит, абсцисса – это будет минус B, а ордината – это будет A. Замечательно, знаем мы эту точку. Симметричная – это, разумеется, минус A минус B, здесь симметричная – это B минус A. И, разумеется, мы теперь можем найти, как сумму вот этих вот векторов, что будет здесь. А минус B, А плюс B. Хорошо. Здесь симметричная точка – это будет B минус A минус A минус B. Ну, слушайте, а давайте подумаем, что мы вообще хотим. Мы хотим, чтобы вот эта точка лежала на гиперболу. Значит, A умножить на B – это делится. Давайте задумать, эта точка лежит. Но если она лежит, то, конечно, повернутая на 90 градусов, просто потому что при повороте гипербола переходит сюда, тоже будет лежать, да? Это минус B умножить на A минус 1, разумеется. Еще выходим вот этого. А минус B умножить на А плюс B. Это должна быть единица. Смотрите, здесь эта точка тоже на гиперболе, то, разумеется, и это, и повернутая на 90 градусов, они тоже все будут на гиперболу. Все. Вот она система из двух правнений. Надо всего лишь ее решить. Для этого давайте раскроем скобки. Получится A квадрат минус B квадрат равно единице. И вместо B подставим одну А. Получится A квадрат минус единица на А квадрате равно единице. То есть А в четвертой степени минус А квадрат минус 1. Это у нас будет 0. Это вообще-то знаменитое уравнение. Уравнение золотого сечения. То есть для А квадрат мы получаем, что это есть единица плюс корень из пяти балалов. А это квадратный корень из золотого сечения. Соответственно, B, наоборот, единица делить на А. Хорошо. Пункт А мы с вами решили. Давайте, кстати, на всякий случай посчитаем, чему равна площадь этого самого квадрата. Это очень легко. Ведь как найти площадь всего большого квадрата? Для этого достаточно вот этот вот отрезок возвести в квадрат и умножить, ну тогда полосу площадь вот этого, и умножить на 4. Замечательно. Ну, на 4 это легко. Интереснее, как вот это считать. Это А в квадрате плюс Б в квадрате. Получается. Надо посчитать А в квадрате плюс Б в квадрате, зная вот такие вот соотношения. Зная такие соотношения. Ну, а давайте сделаем так. Давайте вот это возведем в квадрат. Получится, что А в четвертой минус 2 плюс единица разделить на А в четвертой, это у нас будет единица. Теперь, к обеим частям прибавим число 4, и получится у нас А в четвертой плюс 2 плюс единица делить на А в четвертой равно 5. Замечательно. Давайте я запишу. А в четвертой плюс 2 плюс единица делить на А в четвертой это 5. Но вот это выражение, это как раз есть квадрат вот этого. Значит, А в квадрате плюс Б в квадрате это корень из 5. Ну, а весь квадрат это 4 корни из 5 попроще. Отлично. Мы разобрались у нас с пунктом А в нашей задаче. Квадрат существует. Теперь, с любым параллелограммом. Существует ли параллелограмм, который расположен так, как нарисовано? То есть, одна вершина начала координат, две вершины на 2 плюс единице, и одна на 1 плюс единице равняется минус единице. Ответ – да. Очень легко это понять, что значит точка лежит на кривой. Значит, А умножить на б единице. Та вершина, значит, СД равно минус единице. Здесь А в целом умножить на б плюс единице. А дальше после вычисления. С первого графа неображаем Б, с второго Д. Подставляем, получаем уравнение. Значит, САтах минус АЦетах – это должна быть единица. Ну, для любителей решать квадратное уравнение, обозначаем САтах К, значит, получается К минус 1К – это единица. К квадрат минус К минус 1 – это, значит, должно быть у нас 0. К – это 1 плюс минус корень 5 пополам. Теперь площадь этого параллелограмма. Ну, это просто, как известно, АТ минус БЦ. Так называемый определитель матрицы. Если мы напишем, то это будет минус 1К, а минус К. Правда, у нас К минус 1К – это единица. А здесь наоборот это должно быть, да? Фактически К плюс 1К. Смотрим. Смотрим сюда. Вот если мы знаем К минус 1К, то я возводим в квадрат, прибавляем к обеим частям четверку и получаем К квадрат плюс 2 плюс 1К квадратное – это 5. Значит, К плюс 1К, ну и, соответственно, здесь минус, здесь внутри будет все равно, это у нас 5. Площадь – корень из 5. Разумеется, все вот это можно было вообще видеть. Почему? У нас был квадрат. Помните? У этого квадрата некоторые четыре точки, то есть три вершины, например, это середина стороны, да? Вот это вот были вершины, это был центр квадрата, лежали на гигерпух. Мы могли сделать такое преобразование. В несколько раз сжать по ординате и в столько же раз расширить по ординате. То есть преобразование, которое задается такой формулой. Точка XY переходит в точку, ну, с каким-то коэффициентом, альфа X, Y разделить на альфа, гальфа – любой негативное число. При этом, разумеется, площадь не меняется, потому что у нас благодаря увеличению в альфа раз происходит увеличение площади в альфа раз, а из отделения она потом двигается. То есть реальная площадь не меняется. Там был ответ корень из 5, ну, значит, и здесь ответ корень из 5. И при сжатии мы получаем разнообразные кралинограммы, так что, конечно, они существуют. И, смотрите, вот эта точка может быть выбрана любой точкой на этой гипербулы. Теперь, что будет, если мы по векторам А, В и Ц, Д построим решетку? Очень красивый результат. Оказывается, все точки этой решетки, кроме начала коэффициента, будут вне вот этих гипербул, или на них. Причем на гипербулы попадет бесконечно много точек. Это очень легко посчитать. Ведь как записывается произвольная точка решетки? n и m любые целые числа, значит, надо вектор А, В умножить на какое-то целое число n, и вектор С, Д на какое-то целое число n. Получается вот такой вектор n, а плюс m, c, n, b, плюс а, d. Что значит подлежать на кривой модуле кси, гривень, равную единице? На этом проявление должно уравняться то ли плюс, то ли минус единица. Раскрываем сколки. Вспоминаем, что А, В это единица, а С, Д это минус единица. Здесь возникает С, Д плюс А, Д. То есть, на самом деле, вот такая штучка, а это у нас была единица. Значит, мы получили уравнение n квадрат плюс mn минус m квадрат плюс минус единица. Ну, это у нас было. Этому уравнению удовлетворяем пара соседних чисел Фибоначо, у него бесконечно много решений. И здесь очень важно, могло ли вот здесь получиться произведение между нулем и единицей. То есть, не ноль, чтобы это было не начало, как знал, но при этом по модулю меньше единицы. Нет, потому что эти числа целые. А целое число может, конечно, равняться нулю, но не может быть между нулем и единицей и строками. Поэтому, когда у нас есть эта область из гиперпул, то ситуация такая. Одна точка решетки здесь, бесконечно много на вот этих вот литвях, и ни одной точки внутри. Кроме чего-то.